Между человеком и властью. Эволюция административной юстиции. В Одессе судьи, адвокаты, ученые, представители региональной власти и общественных организаций обсуждали проблемы достижения отрасли по случаю Дня административной юстиции. Одна из главных задач форума, по словам заслуженного юриста Украины Сергея Кивалова, обсудить законотворческие механизмы, которые позволят сделать работу административных судов более эффективной, а сами органы судоустройства доступными для населения во время админспоров. Более подробно о конференции в материале наших коллег. Будущее административных судов в системе координат реформы судебной отрасли. Практики и теоретики, судьи и адвокаты, ученые и общественники делились своими взглядами на проблемы и достижения, накопившиеся в административной юстиции. Экспертный форум принимал пятый административный суд Одессы. Как отметил один из участников конференции, заслуженный юрист Украины, президент Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов, наш город по праву принимал столь важные мероприятия. При становлении административных судов, административной юстиции в целом, центром по развитию и становлению научного потенциала в области административной юстиции, было, конечно, Одесса. Мы первые создали кафедру административного процесса, административного права. И я, как сейчас помню, проходила дискуссия, нужно ли создавать. Но вот Одесса всегда является передовым городом в отношении будущего развития юриспруденции в целом в нашей стране. Я горжусь тем, что мы сегодня имеем самое непосредственное отношение к становлению вообще всех судов административной юстиции в нашей стране. Сегодня на плечи админсудов ложится немалая нагрузка, что и неудивительно. Админспоры в нашей стране – регулярное явление. Во время таких форумов участники ставят несколько основных задач. Повышение эффективности работы судебных органов, их доступность для наших сограждан. Мы ждем методичной помощи для региона, для связи с конфликтами, которые есть в регионе. В том числе обговорения таких актуальных, загальных проблем в административном судочинстве, в законодательстве Украины, которое регламентует деятельность судебных, в том числе и связи с конфликтами в сфере публично-правовых отношений. Мы выбрали такие темы, которые на сегодня наиболее актуальны, как мне кажется. Это инвестиционный климат в стране, это споры, связанные с морехозяйственным комплексом. Как известно, наш суд обслуживает территорию Одесской, Николаевской и Херсонской областей, это весь юг Украины, это все транспортные и логистические потоки. Мы обязательно коснемся экологических тем, я считаю, что это очень важно, темы социального обеспечения. На протяжении многих лет специалисты в области административного права из Одесской юракадемии активны участники профильных дискуссий. Пятый апелляционный админсуд плодотворно сотрудничает с ВУЗом, подтверждением чего является функционирование двух кафедр на территории судебного органа. Принимают участие судьи действующей практики, судьи Великой палаты Верховного суда. Принимают участие практически все председатели апелляционных административных судов. Они все разделяют нашу радость и с удовольствием поучаствуют в дискуссии. Вне всяких сомнений мы взаимодействуем с Одесской юридической академией, с национальным университетом. Мы пригласили экспертов от юридической академии. В стенах нашего суда это взаимодействие достаточно плотно, плодотворно и долговременно. У нас базируются две кафедры административного права и процесса и судово-правоохранных органов. При пятом апелляционном административном суде ДИФИЛЕ, нашу кафедру, университетскую кафедру административного и финансового права. И, власне говоря, завдяки деятельности цієї филеи, мы приближаем науку до практики. Мы взаимодействуем, наши науковцы, с судами пятого апелляционного административного суда. Традиционно у нас превалює теоретичная подготовка студентов. И тут мы их намагаемо наблизить до практики, чтобы они побачили, ну, если хотите, помацали, то, что их будет ждать, когда они будут практиковать. Становление административной юстиции в Украине проходило в очень непростых условиях, вспоминает заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов. Уже после принятия Конституции Украины была разработана концепция административной реформы в Украине, одобренная президентом в 1998 году. Однако фактически первый законодательный шаг к созданию административных судов был сделан позже, в 2001 году, когда законом было предусмотрено, что председатель Верховного суда Украины совместно с министром юстиции Украины вносят представление президента Украины по созданию высшего административного суда. К слову, такое представление было подготовлено и внесено, но президент соответствующий указ не подписал. Административный суд – это суд против власти. Любой гражданин может обжаловать действие или бездействие чиновника. Я помню, когда был принят административный кодекс, я был в Комитете по правовой политике, мы голосовали за него, президент страны отказался подписывать закон, который утверждает административный кодекс. И вы знаете, тогда депутаты больше чем 300 голосов преодолели вето президента. И вот после этого события, процесс административной юстиции стал нами. Основополагающая функция админсуда – диалог между обществом и властью. Во время конференции участники вспоминали о вызовах, которые время диктует стране. Впереди новые споры, касающиеся земельных и имущественных отношений, градостроительства, экологическая безопасность, вопросы трудоустройства. В последние годы до 10% таких вопросов, потому что больше вопросов занятости, населения, працевлаштования. Я уверен, что дальше это обновление на суды будет увеличиваться. Участники форума, к слову, напоминают, при создании административных судов в Украине был учтен лучший международный опыт. И с точки зрения доступности административных судов для населения, и с точки зрения эффективности работы этих судов. В сучасной правовой доктрине принцип юридичной визначенности является довольно обговоренным. Ему придяется достатня увага. И традиционно он рассматривается как невъедъемная складова принципа верховенства права. Верховенство права является нормативным идеалом, до которого прагне каждая права система. И верховенство права разом с такими явищами, як правдива демократия, права людини, складают такую певну триаду, яка створює или покладена ее в основу сучасного европейского правопорядка. Эксперты обсудили и ближайшие возможные изменения в сфере административной юстиции. Так, в стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы поставлена задача изучения вопроса о возможности введения дальнейшего постепенного перехода к модели «Одна область, один апелляционный суд». В его составе будут образовываться палаты по рассмотрению уголовных, гражданских, административных и хозяйственных дел. Участники форума убеждены, такой переход требует глубокого осмысления и научного анализа, а также объективной оценки соотношения риска. В таких вопросах спешка не лучше советчик. Продолжение следует...